Доброе место У нас было обычное платное кафе, куда просто зашел пообедать дедушка Этот дедушка считал мелочь на руке, и все, что ему хватало, это на скромный бизнес-ланч Мы увидели эту историю и захотели ему помочь, как в принципе любой человек, наверное, сделал бы это И тогда мы сказали, что у нас такая акция, всем пенсионерам, ветеранам, блокадникам обед бесплатно И дедушка стал приходить каждый день, он каждый день обедал, пытался положить на стол 200 рублей, но мы говорили, что у нас бесплатно И для него это была очень значимая помощь В какой-то момент я ввела официантку и не предупредила про этого дедушку, и она взяла с него деньги Дедушка почувствовал себя нахлебником и перестал приходить в кафе Меня начала мучить совесть И тогда мы решили действительно начать оказывать такую помощь И повесили на окно тогда объявление, что у нас действительно такая акция Случилось это 4 года назад И никто тогда не предполагал, что уже через неделю на обед придет 200 бабушек и дедушек А количество посетителей в допандемийные времена быстро возрастет до 60 тысяч в месяц Но трудно было не это Самое сложное было привыкнуть к тому потоку человеческого горя, который пришлось пропускать через себя Был первый год очень тяжелый, когда ты общаешься с пожилыми людьми, которые похоронили своих детей, которые одинокие Разговаривая с ними, ты все равно проживаешь все это через себя Это был момент адаптации к новым реалиям, скажем так До пандемии было 4 кафе, потом их пришлось закрыть Сейчас только-только готовятся к открытию второе в Санкт-Петербурге То самое на Васильевском острове, где был подарен первый обед Сюда идут рассказать о своих болячках и проблемах Поделиться радостью и просто услышать слова поддержки Большинство посетителей кафе приходят сюда со дня открытия Красота в чем? Потому что ты не просто поел и ушел И когда открыли этот домик, все начали охать и ахать Такого не бывает Все бесплатно, но только пожилым людям И вот с 12 часов до 4, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, пять дней Человек может приходить, показывают паспорт И ничего-ничего не проверяют Вот это и называется добро Прошло 2 часа с момента открытия А мы раздали уже 150 бесплатных обедов А вообще в Добродомике бывает до 400 посетителей за смену И тогда и сейчас среди сотрудников и волонтеров здесь нет равнодушных людей Почти год Елена работает здесь поваром И честно признается, что работу свою не применяют Даже на самый дорогой ресторан Работа мне моя нравится Потому что мне всегда хочется удивлять бабушек Мне всегда хочется приготовить что-то вкусное, что-то необычное Потому что они всегда очень благодарно оставляют Кучу благодарных писем И поэтому готовить одно удовольствие И посетители ценят эту заботу Здесь у каждого есть свое любимое блюдо Но бабушки и дедушки отмечают, что вкусно здесь всегда Гороховый суп мне очень нравится По-моему, очень как-то попался рассунник Я даже благодарила этих поваров Вот, так что все есть Иногда бывают даже пряники вкусняшки здесь Да, какие-то даже были пирожные один раз я была А Юрий Леонидович очень любит борь Ему 87 лет Подростком он, житель блокадного Ленинграда Гасил зажигательные мины Носил раненых и погибших Потом много лет работал в институте телевидения Вот уже полгода он Постоянный гость Добродомика Супруга моя умерла Вот как раз Почему я с Юрией стал ходить Она по больницам была И я вот был вынужден Самому мне готовить не очень С подручной И вот я с тех пор стал ходить В августе она умерла Мне очень тяжело Похожие истории у многих посетителей кафе Большинство из них – одинокие люди Добродомик – это не просто про покушать Гораздо больше значит для этих пожилых людей Чувство заботы и общения, которые они здесь получают У нас была одна история, когда бабушка Очень хорошо одета в шубе В довольно-таки дорогих вещах Она тоже была в кафе И мы делали съемку, она попала на камеру И в интернете появился комментарий куча Что вот, зачем она пришла в Добродомик Если у нее и так все хорошо И мы сняли с бабушкой интервью Где ей на тот момент было 84 года Она рассказывает, что да, у меня есть шуба У меня даже есть несколько квартир, которых я сдаю И даже иногда в тайны, чтобы никто не видела Помогая Добродомик, у нас там есть это своя копилка В 63 года она была счастливым человеком Но в один день произошла автокатастрофа И она потеряла всех Она потеряла детей, она потеряла внуков Она осталась одна И в тот момент, в год, когда она давала интервью Она потеряла последнего друга Потому что все мы уходим Она осталась одна, ее вообще никто не ждал Она переселилась в себя, пришла в Добродомик Многие бабушки и дедушки на старости лет Остаются совсем одни Для этих одиноких людей Добродомик буквально единственная душина Можно сказать, выход в свет Они уже приходят нарядные У меня была на Васильевском острове Семейная пара Чита, они приходили очень нарядные В кружевах Они садились, они не обедали Они просили, чтобы я им сделал чай У нас бар был И то есть я мог чай организовать И я приносил им чай Они сидели, пили чай То есть проводили время Он пришел в Добродомик как волонтер Помогать со строительством кафе Работал с перфоратором Укладывал плитку Да, так и остался здесь помогать Сегодня он встречает гостей на входе Его знают и любят все посетители Ну я вообще влюблена в этого Главного работника нашего В Андрея Знаете, да, его? Вот главное Я прихожу на него посмотреть Четыре года Андрей помогает в Добродомике Но признается, что никак до сих пор Не может понять и принять Эту безысходность и незащищенность С которой постоянно сталкиваются Многие пожилые люди Поразила также бабушка, которая пришла Но это очень такое законопослушное поколение Со всеми документами, с пенсией Со счетом за квартиру И с счетом за лекарства У нее на покушку Сталось три тысячи И она очень попросила ее покормить И тоже была бескрайне, мягко скажем, удивлена Поражена, что можно бесплатно кушать И очень многие у нас Как это страшно не звучит Выживали А как выживает Добродомик? Бывают ли ситуации Когда у этих людей тоже опускаются руки? Мы сидим вечером А мы не знаем, из чего сделать обед То есть у нас были остатки круп Картошка, овощи Но не было мяса А так как на Васильевском острове кафе После 18 часов работало как кафе У меня в зале сидели ребята И там кофе, неважно что Ужинали Я им кратко рассказал про наш Добродомик И что удивительно Через час они приезжают на машине И привезли нам курицу Полный багажник Почему они это делают? Помогают незнакомым пожилым людям Заботятся о них Вкладывают в это дело всю свою душу Силу, время и деньги У меня есть полноценная уверенность И это факт в жизни Что когда ты искренне делаешь добрые дела Ты ничего не ждешь в ответ Но ответ к тебе приходит сам Хочешь ты этого или нет И твоя жизнь становится полноценно счастлива У меня ребенок до Добродомика У нее диагноз ДЦП Она не должна была ни ходить, ни говорить, ни видеть, ни слышать Нету таких случаев вообще Но они есть Моя дочка пошла с 6 лет в обычную школу Она за время работы Добродомика Начала говорить, ходить Она пошла У нее все отклонения ушли Это называется бабушкой отмолили Это называется возврат за добрые дела Не в каждом ресторане услышишь столько добрых слов В адрес сотрудников В чем же секрет? Потому что мы не обслуживаем Мы заботимся Нас тоже угостили И теперь мы сами можем убедиться Действительно ли здесь так вкусно кормят? Ну что, ребят, нравятся? Да! Да! Добавил субтитры DimaTorzok